В столице США один человек арестован после того, как неподалеку от Капитолия полиция произвела контролируемый взрыв подозрительного предмета. Это была скороварка. Напомню, в 2013 году братья Царнаевы использовали подобные кастрюли в качестве емкости для приготовления своих взрывных устройств. Жертвами устроенных имя терактов на бостонском марафоне стали три человека, более 260 получили ранения. Идет ли речь о теракте на этот раз, полиция пока не уточняет. Инцидент в Вашингтоне произошел накануне, около пяти вечера. Полицейский патруль заметил некий подозрительный автомобиль, припаркованный в западной части Капитолия. По словам стражей порядка, от машины исходил заметный запах бензина. Когда внутри была найдена кастрюля скороварка, на место вызвали саперов. Скороварку уничтожили при помощи контролируемого взрыва. Позднее полиция задержала для дачи показаний владельца автомобиля. Все это происходило, когда тысячи людей собирались в центре города на ежегодный концерт, посвященный Дню памяти. Несмотря на взрыв у Капитолия, концерты и сегодняшние мероприятия, посвященные Дню поминовения павших в Вашингтоне, не отменили. Сейчас на связь со студией выходит корреспондент РТВАй в американской столице Роман Мамонов. Роба, добрый день. Как сейчас обстановка в городе и были ли повышены меры безопасности? Далее заприветствую. Инцидент на Капитолийском холме на самом деле никак не повлиял на памятные мероприятия здесь, на Национальной аллее. Во-первых, здание Конгресса находится на другом конце парка. А во-вторых, думаю, что здесь на самом деле мало кто вообще знает о произошедшем. Полиции особо незаметно стоят, конечно, патрули на перекрестках, там, где запрещено движение транспорта. Но не более того. Нам сегодня вообще не встретилось ни одного патруля. Что касается непосредственно мероприятий, которые проходят сегодня в Вашингтоне, то главным официальным событием является, конечно, традиционное возложение венков президентам Соединенных Штатов к могиле неизвестного солдата на Национальном военном Арлингтонском кладбище. Для многих из нас этот День памяти имеет особое значение. Он первый с момента окончания войны в Афганистане. Первый День памяти за 14 лет, когда Америка не участвует ни в одной крупной наземной войне. И сегодня мы отдаем дань памяти тысячам американских солдат, которые пожертвовали своими жизнями с моментов терактов 11 сентября, включая более двух тысяч военных, погибших в Афганистане. Похожие памятные церемонии возложения венков сегодня состоялись и на мемориалах здесь, в центре американской столицы, за моей спиной на мемориале Второй мировой, а также на памятниках воинам в Корее и во Вьетнаме. Традиционно на эти выходные со всей Америки в Вашингтон съезжаются ветераны. Нам удалось пообщаться с участником Второй мировой войны и войны в Корее, который также специально приехал в американскую столицу. Надо сказать, конечно, был здесь в центре внимания. Я служил в танковом батальоне в Европе во время Второй мировой, потом попал на войну во Вьетнаме и в Корее, и только потом ушел на пенсию. Я сегодня приехал сюда, чтобы возложить один из венков на этом мемориале, и это очень много для меня значит. Ну и также хочу сказать, что многие американцы не только приезжают сюда с семьями, но и привозят также фотографии своих родных, которые когда-то служили в американской армии и принимали участие в войнах по всему миру. Это мой дедушка Эд Скалери. Он был ветераном флота и служил во время Второй мировой. Его призвали в Огайо. Он прошел также корейскую и вьетнамскую войны. Он скончался в январе этого года, и мы приехали сюда почтить его память и послать фото его сестре в Орегон. Хочу сказать, Лиза, что в Вашингтоне, конечно, все мероприятия, связанные с Днем памяти, лишены какого-то официального такого налета. Все достаточно расслаблено, по-летнему. Встроиться на общение. Люди подходят к ветеранам, многим аплодируют. Ну а в эти минуты в Вашингтоне проходит традиционный парад в День поминовения. Лиза. Спасибо, Роман Мамонов из Вашингтона.